Мы делаем порядок. Так если мы за всех отвечаем, так пусть все нам и плачут. С братаком надо кончать. Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! Сегодня у нас рыбалочка будет с ночевкой. Думаю, последняя ночевка в этом году. Потому что уже должны скоро начаться жесткие холода. Будем ждать первого льда, когда он будет неизвестно. Прошлые два года в конце ноября уже вставал. Приехал я вот на такое место замечательное. Здесь я был один раз всего. Когда-то, я даже не знаю когда, год-два, наверное, назад. Здесь все так изменилось, конечно. Вот тут заросли были конкретные. Ловил я здесь сазанчика. Но тогда он у меня попался. Всего один сазанчик попался. Судачок, по-моему, один был и сомик. Ну и так я карасей старашка еще наловил. Вот тут тоже еще поляну сделали. Здесь раньше тоже все заросшее было. Мусор, кстати, как всегда. О, червей кто-то оставил. Живые? Да, смотрите-ка. Таких прям. Зеленые, да. Крупных червей кто-то оставил. Уезжал в спешке. Причем тут их немало. Вот мы их и заберем. Попробуем ночью половить. У меня как раз крупного червя с собой нет. Но я взял сегодня еще личинки майского жука. В принципе, здесь, кстати, яма. В прошлый раз была. Я думаю, она никуда не делась. Вот здесь выход с ямы, а тут уже яма. И вон там опять выход идет. Ну, то есть, примерно сколько метров пятьдесят ямы идет. Такая. Семь-восемь метров глубины. Так, это пока ставим. Поляну я уже приметил, как бы, где буду ставить палатку. Вот здесь прям поставлю палатку, недалеко от машины. Место ровное. Ну, конечно, в прошлый раз здесь даже заезда не было. Здесь просто все было заросшее. Я как бы первооткрыватель был. Ну, после меня, как видите, более развитой цивилизацией, наверное, побывало. Как обычно, все раскидали. Банки. Тут яму кто-то рыл. Мусор, наверное, закопали потом. Ну, в общем, как обычно, астраханские достопримечательности. Банки, бутылки, пакеты. Ничего нового. Ладно. Время три часа дня. Даже два. Ну, где-то полтретьего. Буквально через три с половиной часа будет уже темнеть. Поэтому, даже через три. Поэтому быстренько сейчас ставлю закидушки. Ставлю палатки. Ну, а там посмотрим. Ветер, кстати, сегодня западный. Дует очень сильный. Здесь волна не ощущается. Но на большой реке, я сейчас ехал, волна была. Поэтому завтра, в принципе, погода такая же. Ну, а так, по температуре примерно, ну, 10-14 градусов тепла. В принципе, нормально. Ночью обещает плюс 6. В принципе, замерзнуть не должны. Ладно, погнал ставить удочки. Всем приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Все, поставил закидушки. Одну за кустом и несколько штук здесь. Там, кстати, метров 50 сейчас приехала большая компания. Мне тоже ловить рыбку. Так что ночью я здесь буду не один. Волки не съедят. Приготовил еще роколовки. Три штуки. Но одна пустая еще. Сейчас хочу достать поплавок. И вот здесь поймать какую-нибудь мелочевку. Просто, чтобы насадить свежую рыбу. А то в прошлый раз мне сказали, ты что на соленую ловишь, надо свежак вешать. Ну, в общем, одну свежую повешу. И на двух у меня соленая рыба. Я не знаю, в детстве мы ловили всегда на соленую рыбу. И у нас нормально так раков собирали. Ну и дополнительно я еще сейчас сюда чеснок привяжу. И жмых вот кусочки уже лежат. Так что будет вот такое комбо. Думаю, раки заинтересуются. Палатку тоже уже поставил. Ну, здесь у меня провизия. Столик, наверное, попозже занесу. Пока он мне на улице нужен. Ну и раскривушку уже поставил. Печку ставить не стал. Потому что сейчас плюс 6 градусов. Я думаю, она не понадобится. Ну и заодно новый спальник проверю. Я его на днях приобрел. На гусиных перьях. Не знаю. Пишут, что до минус 25. Но что-то сомневаюсь. А это у меня старый спальник. В принципе, на старом спальнике при минус 10. Как бы зимой я ночевал. Ну, прохладненько было. Но, в принципе, держал. А у нас зима в Астрахани не особо холодная. Поэтому у нас здесь совсем такие теплые спальники. И нафиг не нужны. Сегодня вот этот протестирую. Посмотрим, как он будет держать. Все. Сейчас поплавок быстренько достану. Что-нибудь поймаю, закидушки, ой, эти роколовки закину. Ну и будем ждать каких-нибудь поклевок. Тут, кстати, еще судачок есть. Попробую поджиговать. Солнце еще, ну, в принципе, часа два-полтора еще есть времени. Ладно. Меньше болтать надо. Меньше болтать надо. Меньше болтать надо. вот это бара такую я точно на роковку вешать не буду такую посолить надо ночью я планирую сидеть здесь поэтому надо здесь площадочку сделать для стульчика ровно вот нормально нажим их вообще тишина сазана нету принципе уже прохладного на наверно уже весь на ямах стоит и в низах на раскатах так что-то поклевки есть принципе сазана не нужен когда вот такая ловится густера так и давайте попробуем на этих половить они пожестче наверно будут вот в минусе сразу клюет Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А, карась... А, нет, сазанчик... Малявка... Еще и, кстати, смотрите, калека... Его уже кто-то ловил... И у нее, видите... Губа порвана... И вот зажила криво... Ты уже второй раз попадаешься... И второй раз тебе дают шанс... Так... Значит, сазанчик тут есть... Ну, маленький пока... Так... Эту далеко не будем закидывать... Потому что здесь... Под берегом... Глубина около трех метров... Так... 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Простите, народ. Немножко отвлекусь от рыбалки. Позно приехал и очень сильно хочется кушать. Сейчас вот две густеры достал, которые уже там не дышали. И вот их сейчас пожарю на костре. Только палки чуть-чуть догорят, чтобы насильно мне жарить. Сковородка, конечно, у меня для единоличника. Как раз одна густера в нее и вылазит. Надо было ту забрать, сковородку, которую я, помните, находил в лагере, где все разбросано было. Вот хорошая сковородочка была, надо было ее забрать. Ну ладно. Если ее кому-то оставили, пускай пользуются. Самый простой рецепт. Посыпал солью, обвалял в муке. И на сковородку. Закат сегодня алого цвета. Завтра опять ветер будет. Завтра опять ветер будет. Завтра будет. Завтра будет. Слышите? Кто был в Астахане, те знают, что так воют шакалы. Сейчас они воют выше по течению, а буквально минуту назад в той стороне выли. У них вой такой, такое ощущение, что кого-то там бьют, просто такие крики издевательские просто. Гуляю вдоль берега, и вот здесь сейчас видел косяк полотвы прям стоял, и вот здесь вот в этом месте видел раков, то есть он сейчас на поверхность начинает вылазить, я вот не знаю, вон по-моему рак, да, смотрите-ка. Ага, есть, о какой, хорошенький такой средний. То есть раки здесь есть. Вот только, боюсь, не прогасну лягушка, кстати, сидит. Да? Где она? Вот она. до сих пор не спит даже. Я вот что думаю, не прогадал ли я, что руколовки далеко закинул. А то я уже несколько раков здесь под берегом видел. Здесь идет яр под берегом, и вот думаю сейчас достану руколовки и его здесь прям поближе закину. здесь возможно, что яр идет с норами. Больше не видно. А вон еще один. Где он? Вот он, но это уже маленький, этого я точно брать не буду. Гуляй. О, щучка стоит под берегом. О, щучка стоит под берегом. О, щучка стоит под берегом. Еще картошку нашел, пожарил с лучком, правда лук немного подгорел, пока я там вдоль берега ходил, смотрел. Несколько раков нашел, вот одного более-менее нормального, остальных там, ну мелочевка не суть. Ну и так я смотрю, рыбка к берегу подходит, прям прижимается. Там, кстати, под берегом идет прям свал глубокий, сразу метр на три. И я думаю, в этом свале есть норы с раками. Ну и, соответственно, мне кажется, я сейчас поем. Вы не думайте, что я сейчас спать лягу. Нет. Сейчас вот покушаю, переброшу, наверное, раколовки поближе к берегу, прям вот метр два от свала закину, потому что мне кажется, я их очень сильно глубоко закинул. Вот, ну и еще по-любому посижу ночью, половлю на червя. Я думаю, густера будет ловиться, если, ну, неплохая попалась, там уже, наверное, штук семь, а может десяток я поймал, так что думаю, ночью она тоже будет. Смотрите, ребят, судачки стоят. Я сейчас хожу вдоль берега и вот, смотрите, судакевичи небольшие, вообще рыба тьма, в основном хищник, но вот малек тоже, о, щука стоит, вон она уплыла. Раки, кстати, тоже есть, вон щучка, вот щучка, видите, вот она. Раки есть, но мелкий, вот они ползают, я их даже не трогаю. Вот смотрите, кто это, карась, не знаю, на камеру видно, не видно, но рыбы полно вообще, густерые тоже полно, прям косяком стоят, тут мелко, вон щука, смотрите, карась. Ах, да есть, представляете, вот она стоит, вот она, видите, видите ее. Вот смотрите, карась, получится его руками поймать ради интереса. Ах, да есть, представляете, смотрите, хе-хе-хе, руками поймал. Ладно, это не, о, еще один, видите, нечестная ловля, пускай гуляет. На червя попадется, возьму. Ах ты, щука сейчас пролетела между ног. Вон еще караси стоят. Тут, кстати, на меляке уже раков нет, видать они там, там яр идет, и они вот вылазят. А здесь, наверное, яр подальше, ну и соответственно и раки подальше. Ладно. Вытащу я одну роколовку сейчас, где она, вот она. Прямо вот здесь, под берегом, закину поближе. Мне кажется, результат будет намного лучше. Ну да, пока ни одного нет. Надо ближе закидывать. Прямо вот здесь, вот так. Так, сейчас еще одну вытащу, посмотрю-ка. Какая-то рыба проплыла, сазанчик, что ли? Прямо холост красный был. О, смотри, смотрите-ка, здесь раки есть. О, четыре штуки залезло. Так, значит эту я оставлю. Хотел перебросить. Так, давайте еще проверим одну. Их, наверное, ведерко надо куда-нибудь положить. Приготовил еще один спиннинг. Попробовать на личинку майского жука половить. Вот она. Видите, какая. У меня тут ее много. Вот, смотрите, ей сколько. Сейчас попробуем. Нацепил большой крючок. Может быть, сумик какой попадет. Хотя, честно скажу вам, я на нее никогда ничего не ловил. Поэтому, если я сегодня что-то на нее нормальное поймаю, это будет первый раз. Сколько? Три? Три штуки на один крючок влезает. Четыре даже. Во. Тут яма глубокая. Далеко, думаю, кидать не надо. Посмотрим, что клюнет. Можно даже колокольчик повесить. Клюнинг. Мне очень нравится. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро утро! Время уже 7 часов, солнце еще не вышло Добро утро! 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 ближе к берегу сразу заклевал да и на глубине тоже есть тарашка ловится где что было ночью хорошо зацепилась так сейчас закинем вот этот так вот вот так вот 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 он и сразу поклевка поклевка за поклевкой ну да кстати вот видите слабина и все даже леска не натягивается вчера ночью течение прям давила хорошо так я думаю поэтому и рыбы не было что и гулять против течения не хотелось даже две две штуки и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Есть О, что-то покрупнее зацепил Карай что ли? Что-то прям аж спиннинг гнёт Смотрите как Кто там попался? О, там хорошие густера Вот это вообще Вот это я понимаю О какая На засолку Ой, здесь сразу Короче, клёв хороший Клюёт сразу на двух удочках Ой, здесь тоже что-то Покрупнее попалось А, не, две А, ну одно хорошенькое Вон нижнее Так, ну это мелкое Каждый раз показываю Каждый раз люди спрашивают Вот донка Обычная удочка Самая простая Грузил И два крючка На поводках Поводки примерно 10-15 см Всё, ничего Замудрённого нет Ах ты Ух, а здесь что-то Прям вообще мощная Поклёвка Да, смотрите как Сорубину дала Ооо Эх, щука Видали? Щука За джиголовкой Побежала Так, надо сейчас Попробовать Чуть попозже Хищника ещё Половить Сейчас немножко Густи рыбно ловим Пустая джиголовка И щука Прискакала Некрупные Правда Так, ну Сейчас Видите как дёргается здесь Ну здесь что-то попалось Однозначно Прям Конкретно дёргает Сейчас Не будем спешить Ну такая Нормальная Ну просто Сами видите Поклёвка за поклёвкой Вон Тут тоже Вон Крузил Только упал И уже дёргается Ух, как засопротивлялась Она под берегом Хорошо Дёргается Да стой Да стой, 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 стой Хороший идёт Ага Вот это вообще хорошее Смотрите какая густёрка Вообще классно А здесь слабина Вообще конкретная слабина Смотрите леска Просто упала Э, ну это не серьёзно Это что такое Малюк на жерлицу Кстати тоже Видите покоцанная Хищник её тут мочит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Народ, ну тут без комментариев Сами видите, я просто как Доярка Одну удочку потяну, вторую потяну И вот такая густера ловится В принципе, совсем прям Крупной нету Ну то есть, она там одна из Пяти штучек попадается А вот так в основном вот Вот такая Вот такая Что-то мелочь подошла Наверное, надо судака ловить Пробовать Сейчас еще пару раз насажу Если попадется мелкое, то все Надо походить вдоль берега Я уже даже этих червей насаживаю Выполсков Которые вчера в банке нашел Они покрупнее И мелочь не так быстро Объедает О, неужели Что-то покрупнее попалось Ах ты, как потащило Это что такое было О, ну это хорошее Вот это хорошее Как обычно, да Только скажу Чтоб Достаю последнюю рыбку И иду домой Или Буду ловить судака Так сразу хорошее попадается Ну что такое Тут не остается Как опять Насадить червя И закинуть Поехали ребята что-то зацепил прям под берегом о судакевич да хорош смотрите запагрил малявку блин ну такого я сразу отпущу конечно же но чуть такой короче на донку вообще одна мелочь подошла просто вот такая тарашка стала ловиться я не выдержал взял спиннинг и пошел вдоль берега вот буквально сколько ну забросов 7 сделал хорошо зацепился и попался прям под берегом ё-моё как хорошо зацепился тон пробил я его есть вот гуляй конечно же малявка но таких я ночью видел вон там стояли на милике вот такого размера где-то были садачки ну значит где один может быть и нет смысла далеко закидывать раз под берегом взял здесь идет вот так я ну валок и он вот так прям идет ну и соответственно вот это все миляк и вот так он пошел то есть здесь в принципе я как раз стою можно вот так прям кидать может быть щуку кидать тоже может попасть ты что ж такое нацепил мандалу кидал 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 и уже хотел последний заброс сделать и бахнул учета и чё-то прямо идет такое забагрил что ли идет конкретное непонятно пока чё щука прям за краешек держится о какой вот это вообще нормалек вот это я раздолбай короче просто пока положил спиннинг и все и развернулся и щука просто убежала е-мое вот это я хорошая была килограмм на полтора ну как так держалась прям за краешек губы на последний якорек и убежала щука да похоже сегодня не мой день точно так глупо упустить щуку но это просто она вот здесь на земле лежала как она вот два раза прыгнула что ли и все и и ушла ну как так короче вообще не ударчиков нету читай два удара было судачок и у чащука я уже и силиконки всякие разные меня и поролонки вешал и уже сходил вдоль берега вышпать надо выше по течению там метров 50 поднялся опустился полная тишина и вот повесил мандалу вот эту ловистую зеленая с красным тоже кидал кидал но если на нее ничего не ловится значит здесь точно ничего нет и вот практически уже думаю сейчас последний заброс делаю попробую может быть место сменить и бах попадается есть но даже уже хотел вытаскивать чуть хлопнула за я а судак судачок опять то побольше того смотрите к побольше того вот этого можно взять так прям под берегом хапнул я уже просто тащил на проводке обычный теперь самое интересное есть ли тут раки раковка ловках так это я близко закидывал прям под я а один сидит один хорошенький ну ладно хотя бы один вот так вот на этой вчера четыре штуки вечером попалась опять четыре нормально так вот это маленький отпустим так вот это же маленький ну хотя бы так и последнее здесь я свежую густеру вешал и чеснок сидит он большой смотрите где сидит еще такое сил не хватило залезть и смотрите какой вот это рак вон он чё смотрите я я немножко неправильно сделал видите как густера лежит он видать вот здесь сидел и и потихоньку ел надо было ее завязать так чтоб она в центре было не так я сделал ладно бывает это я представляю сколько тогда отвалилась еще может тут еще несколько сидел и вот столько раков наловил ну чуть больше десятка крупного не было совсем мелкого отпускал ну ладно пойдет виолете сварю будет раков сегодня есть а может завтра вот у меня там еще подлещик есть я уже и забыл о ну такой себе улов конечно вот вот это нет самые крупные густера ну да здесь а вот еще есть крупненькая а так в основном такая по мелочи ну крупная засолю однозначно чё сказать щука меня конечно то сделала один ноль обрадовался я победе и тут бац убежала просто махнула хвостиком и сказал до свидания ну да ладно пару судачков было отпустил одного взял щука ушла густеры вчера не было ночью вся вот в основном под утро ну и его когда я приехал пока разложился чуть-чуть половил вот поймал в принципе все их весь клев был ну а нажим их вот такой сазанчик попался штук пять тарашек и один подлещик а сегодня вообще ни одной поклевки не было да ну и видно жмыхом питаться не хочет потому что здесь течение нет часовой жмых закидываешь через три часа достаешь а он еще целый то есть его даже не объедают собрал я здесь мусор с поляны все что в зоне видимости было в кусты совсем в дебри лазить не стал искать мешок набрал и нашел одну канистру правда без крышки но довольно таки целое найду применение надеюсь видео было интересным всем пока привет кошаки так по очереди раз ну рыжий тут батя как всегда первый да не деритесь война на 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 xx эти вдвоем ее сейчас одному не досталось и вон еще один а вон на а то у нее все отжали он видолага остался и этот на другой стороне на всю рыбу вам раздал